Я позволю себе передать слово Анне Владимировне Топоровой, которая сделает доклад на тему миф и реальность в средневековых описаниях Востока. Пожалуйста, Анна Владимировна. Спасибо. XIII-XIV века – это время открытия нехристианского Востока западноевропейскими путешественниками, в первую очередь миссионерами. Исторические обстоятельства, монголо-татарское нашествие на Русь и Западную Европу на польские и венгерские земли остро поставили вопрос контактов с татарами. Для чего требовалось описание их мира? Устройство жизни, военной структуры, религии, обычаев. В 1245 году после призыва Папы Иннокентия IV на Первом Леонском соборе к христианизации исламского мира сразу несколько миссионерских групп отправляется к татарам. И по возвращении миссионеров представили отчеты о своих путешествиях. Эти отчеты должны были дать европейцам представление о тех, с кем им предстоит иметь дело. Мир Востока был совершенно неизвестен в Европе, и задача его описания была не из легких. Поэтому вполне понятно, что авторы этих описаний должны были опираться на немногочисленные, известные сведения о восточных странах. В Средние века циркулировали многообразные представления, опирающиеся как на ветхозаветные тексты, так и на более поздние истории, зафиксированные в античных и средневековых источниках, а также на устные предания о пресвитере Иоанне, об Александре Македонском, о трех волхвах и так далее. Средневековый принцип опоры на авторитеты не мог позволить игнорировать их. И вот все эти представления, легенды, истории можно объединить под общим названием мифов, если вспомнить предложенное Мелитинским определение мифологии, как, цитирую, формы мировосприятия, понимания мира и самого себя, как очень символическую, знаковую систему, в терминах которой воспринимался и описывался весь мир. Ну вот рассмотрим на материале сочинений миссионерских Джованни Дапьяну Далькарпене «История монголов», называемых нами татарами, Вильгельма да Рубрука «Путешествия восточные страны», Удурику да Порде Ноне, «Донесение о чудесах у восточных татар», а также книги венецианского купца Марка Пола, каковы, собственно, эти мифы о Востоке. Ну вот первый миф можно условно обозначить как миф о Гоге и Магоге. Ну источник информации это книга пророка Езекииля 38-39 главы, где упоминается предводитель по имени Гог из земли Магог, который в последние времена пойдет на народ Божий, но будет истреблен в результате землетрясений и огня, посланного Богом на землю Магог. В Откровении Иоанна Богослова этими именами обозначаются народы, которые окружат, цитирую, «окружат стан святых и город возлюбленный и будут истреблены небесным огнем». В VII веке в Сирии появилось пророчество, обозначенное как пророчество псевдомефодия, о народе кочевников, красящих неслыханными бедствиями европейским странам. Идея могущественного враждебного народа, живущего на периферии обитаемого мира, вполне подходила для описания монгола-татар. Ну, а надежда на внезапную помощь Божию поддерживала европейцев в той чайной ситуации, в которой они оказались. И именно вот в таком апокалиптическом контексте описываются татары в миссионерских отчетах. Иногда именно оголком оголк употребляются, упоминаются, иногда не упоминаются, но вот общая модальность описания идет именно от этих представлений. У Карпини, например, так говорится об опасностях для христиан со стороны монгола-татар. Цитирую. Одно войско, как нам говорили, должно вторгнуться через Венгрию, второе через Польшу. Они придут воевать непрерывно в течение 18 лет. Этот срок им назначен для похода. В прошлом... Вот это им назначен для похода, некоторое такое предназначение. В прошлом марте мы встретили войско, набранное со всех владений татар, в котором мы проезжали для выступления на русскую землю. И они через три или четыре года достигнут Камании. Из Камании же они совершат нападение на вышеуказанные земли. Мы, впрочем, не знаем, придут ли они сразу после третьей зимы или пока подождут, чтобы им удалось с большей вероятностью прийти неожиданно. У Рубрука... Рубрук на востоке, в Орде, чувствует себя в чужом и чуждом мире. И хотя он предельно сдержан, но личное восприятие этого чуждого мира постоянно у него прорывается в таких коротких фразах. Когда я вступил в их среду, мне совершенно представилось, будто я попал в какой-то другой мир. Мне прямо представилось, что я вырвался из рук земли. Мне показалось, что мы переступили врата Адра. У Дури Кудапорда Ноне встречаются лишь отдельные замечания, порицающие, как он пишет, отвратительные обычаи идолопоклонников или славреднейших еретиков нестариан, которых оказалось очень много на востоке. Вторую группу мифов можно обозначить как мифы об Александре Македонском. Они почерпнуты из сочинения псевдоколисфены «История Александра Великого», которая широко распространилась в Средние века под названием «Книга об Александре Великого». Основные мифы, содержащиеся там, таковы. Александр Македонский Великан, он непобедимый царь, его рождение было чудесным, он бессмертен. Александр Македонский побывал в стране блаженных на краю света и спускался в подземную пещеру. Иногда имя Александра Македонского упоминается непосредственно в этих сочинениях и сообщается, скажем, в каких именно землях он побывал. А иногда мифы об Александре прорастают неявным образом в описаниях не вполне объяснимой для автора реальность. Например, Пьяно Телькарпене пишет о людях, которые живут под землёй. Не исключено, что это отголоски мифа о спуске Александра Македонского в подземную пещеру. При том, что его самого как бы эта информация, он человек достаточно трезвого ума и трезвых оценок, и его немножко самого скучает эта информация, и вот он вполне вероятно воспроизводит этот мир. Кроме того, он сообщает, что за Катарей, то есть в Китае имеется в виду, есть некая область, имеющая такое свойство. В каком бы возрасте человек не вошёл в неё, он и остаётся в таком возрасте, в котором вошёл. То есть эта информация тоже может быть связана с мифом о стране блаженных на краю света и о возможности бессмертия. Ну, упоминает об Александре Македонском и Марко Поло. Третья группа мифов связана с легендой о пресвитере Иоанне, могущественном правителе некоего христианского государства Центральной Азии, который поможет освободить Святую Землю от неверных. И миф этот был очень популярен в Европе, начиная с середины XII века. Первое письменное упоминание о пресвитере Иоанне в хронике Атонов-Резингенского в 1145 году, а в 1165 году стало распространяться письмо якобы царя Индии византийскому императору Мануилу I Камнину о царстве мифторианских христиан. Известно, что миссионеры и путешественники пытались найти это царство и этого царя. Пьяно дель Карпини помещает его в Индию и рассказывает о нем как о реальном историческом лице. Он его ошибочно отождествляет с правителем Каракидании нестарианцем, который позже уклонился в Иглопоклонск. Рубрук сообщает, что Найманы, народ, среди которого он побывал уже во время своего путешествия, некогда подчиняли с пресвиттеру Иоанн. Также он упоминает о некотором нестарианце, который провозгласил себя королем Иоанном и уличает его во лжи. Удурико де Парденоне помещает царство Иоанна к западу от Китая и называет его столицу Тозар. Порой пресвиттеры Иоанна путали с Ван Ханом, правителем Кириат. И существует миниатюра уже 15 века книги Марка Пола, где Ван Хан изображен в виде пресвиттера Иоанна. А Марка Пола сам сообщает, что он встречал потомков пресвиттера Иоанна среди нестариан кочевников Ордосе город в Китае. Миф вероятно возник из информации о христианах нестарианах, которых было немало в восточных землях и приобрел актуальность в эпоху миссионерских путешествий, целью которых первоначально была христианизация монгола Татар. И этот миф давал надежду на успех предприятия и поддерживал таким образом миссионеров в трудных и опасных условиях их путешествия и пребывания в Орде. Четвертый миф о трех волхвах, трансформировавшихся в средневековые традиции в трех восточных царей и даже получивших имена Мельхиора, Каспоры и Мутасара и локализуемых в Вавилоне, Месопотамии или Индии. Это, кстати, отражено и по золотой легенде Якова Варахинского. И тоже этот миф давал некоторую опору среди враждебного и чуждого мира. Эти фигуры рассматривались как объединяющие Восток и Запад. Как правило, он упоминается вскользь, но почти у всех авторов, которые пишут о Востоке. Например, Удорико до Борденоне сообщает, что три волхва по велениям Божиим вышли из города Касам и направили свой Русалим. Касам – это Каша современного Ирана. Та же информация содержится и у Марка Пола. И пятая группа, наверное, самая обширная, это античный и средневековый миф, почерпнутый из естественной истории Плиния и ее реплик у Салина и Сидора Сивильского и других авторов миф, описывающий чудовище восточных земл. Ну, здесь мы имеем дело с представлением о другом, чужом, как не похожем на своего. И эта инаковость выражается прежде всего в зооморфных чертах, приписываемых неизвестным народам, а также в их диких обычаях и привычках, о чем, например, рассказывает у Дурику Горденоне привычки вроде поедания мертвых или находящихся в бизнесе людей, но на самом деле и многие другие. У Джованни Пьяно дель Карпине есть сообщение о чудовищах, цитирую далее, имевших человеческий облик, но при этом у них была только одна рука, растущая из середины груди и одна нога и вдвоем они стреляли из одного лука. Они так быстро бегали, что лошади не могли и догнать. Бегали они, прыгая на одной ноге, а когда уставали от такой ходьбы, то двигались при помощи руки и ноги, крутясь наподобие колеса. Этих людей Исидор назвал циклопедами. А когда они уставали идти так, то возвращались к прежней манере бег. Однако некоторых из них убили и, как нам потом говорили при дворе императора русские, которые живут у этого императора, многие из них приходили послами ко двору императора в составе их посольства, прибывшего, чтобы заключить с ними мир. Также здесь источник информации русские, жившие при дворе татарского императора. Второй источник это татары, которые сообщили Карпине о чудовищах, которые, как нам с уверенностью рассказывали, были во всем сходность человеком, но вместо ступней у них были бычьи копыта, голова человеческая, но морда, как у собаки. Два слова они произносили на человеческий лад, а третье пролаивали, как собака. И так через некоторые промежутки времени они вставляли лад, но затем возвращались к своей природе, и так можно было понять, что они говорили. Упоминает Карпине и о чудовищах в женском поплике, о мужчинах, принявших вид собак, но кратко и вот, как правило, со ссылкой на источники. Рубруку тоже, разумеется, известна история о чудовищах. Я осведомлялся о чудовищах или о чудовищных людях, о которых рассказывают Исидор и Салин, пишет он. Ну, Рубрук свеженно относится к этой информации, а более подробно и эмоционально пишет «И побывал я на одном из островов, который называется Никувера. Это очень большой остров. В окружности он добрых две тысячи миль. И у женщин, и у мужчин здесь собачья голова». Ну, съедать плене. Вот нередко в этот сконструированный образ другого входит и представление несметных богатств в предмете вожделения европейских путешествий. И некоторые исследователи, в частности чешские исследователи Вальтрова, предлагают выделить этот мотив как отдельный миф европейцев по Востоке. Нам это представляется нецелесообразным, поскольку, скажем, у Карпини и Рубрука тема богатства вообще полностью отсутствует. Марка Пола в самом деле ярко описывает сказочное богатство хана, дворец, внутреннее убранство, драгоценности, перы, одежду, придворный церемониал, но это вполне понятно ввиду его таких кубических интересов. У Дурику до Порденона тоже не упускает случая сообщить то о камне, сияющем как пламя, то об озере полном драгоценных камней, но это лишь отдельные наблюдения. Кроме того, богатство ханов было не мифом, а реальностью, с которой столкнулись путешественники на Восток. Как представлены все эти мифы, анализируем от нами сочинения? В целом, можно констатировать, что европейцы, попавшие на Восток, старались описать увиденный ими новый мир по мере силы объективно, дать своего рода слепок реальность. Их сочинения содержат подробнейшие сведения, являющиеся географическим описанием, этнографическим очерком, отчасти историческими записками. Те мифы, которые издавна бытовали в Европе относительно Востока, сталкиваясь с эмпирической реальностью, как правило, тускнеют. А способы преодоления несоответствия между мифом и увиденной действительностью чаще всего определяются социальным статусом, образованием автора, ну и целью сочинения. У Пьяно Дель Карпини и Руброка здравый смысл и стремление к достоверной фиксации увиденного одерживают верно стереотипами. Этнографическое мышление, о котором и в отношении этих двух авторов пишут исследователи в сочетании с миссионерским подходом, приводит к тому, что у них преобладает и, соответственно, определяет все объективный подход к тому, что они видят и изображают. К привычным мифам они относятся очень осторожно. Так, Карпини, сообщая о людях, живущих под землей, пытается объяснить это явление с научной точки зрения. Он сообщает, что при восходе солнца в тех краях бывает очень громкий шум непонятного происхождения, от которого люди прячутся под землю. Вместе с тем Три Павлов считает, что на самом деле, я цитирую, на самом деле плану Карпини и его спутники вбирали информацию разного качества от многих встречных по пути собеседников и не всегда отделяли истину от очевидного смысла. Возможно, сказывалась и разговорчивость информаторов, наслаждавшихся жадным вниманием, с которым любознательные доверчивые европейцы выслушивали их рассказы россказни. Плану Карпини пишут об этих беседах. Они нам охотно обо всем сообщали, иногда без наших вопросов. Некоторые потому что знали, чего мы хотим. Конец цитаты. Вот нам представляется здесь важным указание на готовность со стороны информаторов сообщить то, что собеседник хочет услышать. А как раз мифы вполне отвечают этой характеристике. и поэтому фантастические сведения о чудовищах, скажем, рассказанные русскими или татарами, можно воспринимать не как их склонность к преувеличению, а как их проявление их мифологического сознания, в соответствии с которым они, собственно, и воспроизводят эти истории. Руброк, сообщая о чудовище в человеческом облике, добавляет, татары говорили мне, что никогда не видели подобного, поэтому мы сильно недоумеваем, правда ли это. А информацию об остановившемся времени он решительно отвергает как недостоверка. Рассказывали также за истину, но вот об этом чему я не верю. И даже у Дорикуда Бурденоне, большого любителя необычных явлений, и, собственно, свое сочинение назвавшим донесения о чудесах восточных землях, даже у него традиционные восточные мифы уступают место вполне объяснимым чудесам, которые можно просто назвать диколиным. Что касается Марка Полу, то он довольно кратко воспроизводит известные средние века истории и о пресвитере Иоанне, о Александре Микитонском, о трех волхвах, о чудовищах, скажем, об островах, где живут только женщины или только мужчины, но оценок этим мифам не дает отчасти из-за такой краткости жанра, но похоже, что краткости жанра его записок, но похоже, что для него вот все эти мифы важны просто как своего рода рамка, в которую он вписывает свои наблюдения в основном такого экономического, купеческого характера. В заключение заметим, что в дневниках паломников по христианскому Востоку, составленных в то же время, так называемые мифы отсутствуют вообще. Там точки опоры иные. Священное Писание и предание, христианские чудеса, что, впрочем, не исключает живого интереса паломников к новому и непривычному. У меня все, спасибо. Большое спасибо, Анна Владимировна, очень интересный доклад. Мне кажется, что у нас есть время на обсуждение. Какие-то есть вопросы к Анне Владимировне. Я вот очень плохо вижу, но сейчас я посмотрю. просто если есть какие-то вопросы, может быть, тот, кто хочет их задать, начнет говорить, потому что не всегда можно. Да, вот Сергей Дмитриевич хочет что-то сказать. Пожалуйста, Сергей Дмитриевич. Да, если можно. У меня вот вопрос к Анне Владимировне. Вы взяли такой псевдоэтноним из записок ваших клиентов татары, но употребляете его сами как некий действительный этноним. Вот как вы сами воспринимаете? О ком собственно идет речь? Это, конечно, не татары в нашем нынешнем понимании, наверное там могли быть разные действительно люди совсем подразумеваться под этим псевдоэтнонимом. Да, конечно, так оно и было и более того сами авторы тоже это прекрасно понимали, потому что вот полное название сочинения Джованни Дапьяна и Тарпини звучит так. История монголов, которых мы называем татарами. Скажем, в другом тексте, я его здесь не рассматривала, такую французского миссионера Симона Сен-Квинтинского, это просто называется история татар, но тоже внутри употребляются и монголы. на самом деле на этот вопрос очень хорошо ответ содержится в комментариях. В 1922 году вышел новый перевод вот этой истории монголов, называемых нами татарами, с комментариями Трибавлова и Горского, и вот там объясняется очень подробно, что под этим названием и монголов, и татар скрывается огромное количество разных народов, и более того, вот при каждой, помимо этого общего названия, там же очень много, во всяком случае, о Пиано Телькарпене очень много названий конкретных племен, которые так читать неподготовленного, разумеется, очень сильно сбивают, потому что просто царяется неизвестное название, непонятно, где они географически расположены, и вот они в этих комментариях это все совершенно замечательно выстраивают и объясняют. Извините, можно тогда еще некоторые комментарии, что ли, вот то, что вы рассказывали, я по неволе вспомнил свой материал, так сказать, записки Афанасия Никитина, который в 19 веке назвали «Хожение за Треморием». Там, в общем, похожая ситуация. Он тоже был человек вполне трезвый, но в некоторых местах он все-таки излагает какие-то такие местные, ну, то, что мы можем назвать мифами или какие-то фантастические представления и почти, в общем, в них верит. Вот интересно было бы, так сказать, строить Афанасия Никитина, может, еще каких-то русских, вот в этот континент. Вот вы назвали четыре мифа, у Афанасии Никитина ни одного из этих мифов нету. Вот интересно, то ли, так сказать, они, то ли до России они не так сильно дошли, то ли в 15 веке уже как-то они были неактуальны, вот это такое, как вы думаете? Да, вы знаете, это, ну, это действительно как-то довольно интересное наблюдение, может быть, до русского населения эти мифы не доходили, они были мифами европейскими, но есть статья, автор ее такая Чоха, новогреческие легенды об Александре Македонском, это опубликовано в журнале «Живая старина» в 14-м году, и там рассматриваются миф об Александре Македонском, как они представлены у путешественников и миссионеров, которые описывали, вот если я не ошибаюсь, которые описывали Сибирь, и на самом деле какие-то еще территории, вот чуть ли не, ну, мне надо посмотреть более внимательно, чуть ли не даже ну, хорошо, сейчас не буду просто предполагать, но во всяком случае Сибирь там точно присутствует, и они очень, да, они во многом перекликаются вот с тем, что о чем я рассказывала, то есть очевидным образом это подход общий, это подход, наверное, характерный вот для той эпохи, когда, во-первых, опора на авторитеты была очень важна, и когда, ну, действительно, мифы помогали описывать новый мир, они были некоторой такой системой координат, вот, которую заранее брали как бы на вооружение вот эти путешественники, там, миссионеры, уже насколько эта система координат соответствует или не соответствует, ну, вот, как бы решалась по мере знакомства с этой реальностью, да, это, безусловно, общая черта, да. Спасибо. Спасибо. Есть еще вопросы? Просто начните их задавать, если они есть. если нет, то можно ли поблагодарить Анну Владимировну и перейти к следующему докладу? Спасибо большое, Анна Владимировна, за очень интересный доклад. У меня было два вопроса, но я их вам задам в письменной форме, чтобы не сдвигать еще дальше. Хорошо, Анна Геральдовна, спасибо большое вам.